Доброе утро! У нас опять солнышко, блин, оно мне аж в глаза светит, и мы завтракаем. Опять омлет, вчера был омлет, Гришке очень понравился, 3 яйца взбиваю с молоком и с солью, и сейчас буду жариться. В общем, хорошо надо взбить, посолю сейчас. Все, здесь немного масла и яйца с молоком, сейчас будет все это поджариваться, я буду немножечко серединку взбалтывать лопаточкой, чтобы она быстрее прожарилась, а себе буду делать такой же омлет, только со шпинатом и с адыгейским сыром. Это еще Гришкин омлет, я его вот так немножечко протыкаю, чтобы он быстрее прожарился. Хорошо, что сковородка антипригадная, и вообще ничего не прилипает, то есть он вообще так круто шевелится. Вот так вот. Очень зажается. А вот я себе уже порезала шпинат и сыр. Ну, естественно, сыр не весь, но он такой вкусный вообще. Вот мы его в Адыгее тогда же купили, когда ехали уже домой с горячего ключа. Так, а вот теперь мой омлетик, в который я сейчас добавлю шпинат и адыгейский сыр. У меня три листика шпината. Сыр я, наверное, тоже вот так вот помну. Сейчас еще один кусочек, не могу остановиться. Кто там? Бабушка уже приехала. В общем, Гришин телефон. Гриша сказал, что у Гудки откуда-то отсюда. Так что надо искать. Сейчас я еще раз буду звонить. Слушайте, я сейчас складываю вещи и уже даже некоторые носки не могу понять, где Гришкины, а где Сержуни. У меня, в общем, в шоке, как быстро растет мой ребенок. И уже нет этих носков с собачками и со щенячьим патрулем и с машинами. А теперь только в школу черные, серые, белые очень люблю я. Вот так что сейчас здесь все разбираю. Я все разложила, осталось все прям сортирую в шкаф, вот как буду ложить. Афоне сейчас штаны заложу. Вот сюда вот, чтобы сразу футболки в одно место. В общем, сейчас все пересортирую, быстренько все сложу и пойду дальше. Что у меня дальше по плану? Готовить обед, вот. На обед у нас пюре. Оно еще со вчера осталось. А здесь у меня тушеные будут ребрышки с томатом и сметаной. И наш любимый салат со шпинатом. Мытый шпинат. Огурец. И сейчас еще отварю яйца. Яйца сварились для салата. Огурцы и шпинат порезала. Сегодня шпинат прям помельче, помельче, потоньше. Потому что вчера мне муж заложил, что я его сделала как будто корове. Какое-то крупное слишком порвала. Все, яйца на 4 части. Яйца, кстати, варила 4 минуты. Не знаю, у Малышевой, по-моему, слушала, что это самое оптимальное и полезное время варки яиц. И сюда же добавлю остатки адыгейского сыра. И сметана. Сейчас с вами быстренько покажу покупки, которые купила яйца. Именно белые хотела. Цен 0 получилось. Ну, мне, в принципе, не важно. Главное, что белые сегодня будем их красить. Две пачки салфеток влажных. Такие вот печенюхи, как крекеры. Они такие прикольные, знаете, батончиками соленые. Вот. Как будто маленькие батончики по форме. Так, что еще? Еще одни салфетки. Два молока, сливочное масло, сметана. Опять маленькую взяла. Творог. Творог. 800 грамм. В общем, здесь два пакетика по 400. Это для куличей. Уже завтра буду начинать печь бананы детям. Апельсины. Пять штук. Парочку надо для куличей, чтобы цедру снять. И два лимона. Тоже для цедры. Но апельсинов взяла прям побольше, потому что дети знают, что их съедят. Так, здесь дрожжи на всякий случай вот такие вот взяла. Но золотых уже не было. У меня есть именно для сдолбосов моментовские. С золотой здесь такой штучкой. Рисуночком они очень хорошие. Для куличей прям вообще идеальные. Так, что еще? Полкилограмма цукатов. Порвался пакет, представляете? Так, что еще? Редисочка. И красить яйца красители, потому что что-то мы с луковой шелухой в этом году проморгали. Поэтому будем красить яйца красителями. 23 рубля стоит вот такое золотое серебро. И вот такие вот нежненькие оттенки. В общем, будем красить. Никогда не красила красителями, поэтому это для меня будет первый раз. Зелень, укроп именно и 3 огурца. Все, на этом все покупки. А, еще лоток яиц обычных для выпечки С1. Все, сейчас все убираю и еду до родителей. Сейчас поеду до родителей, потому что к нам едут знаете кто? Муравьи. Решили детям купить муравьиную ферму. Им чего-то такого хочется, но я, если честно, опять боюсь. Ну, муравьи для меня живые, конечно, существа, но, знаете, их погибель не будет для меня каким-то таким ударом. Например, хомячка. Ну, как-то было грустновато, потому что я прям видела, он такой, он клевый, прям клевый. И вот, когда его не стало, было очень грустно, поэтому решили муравьиную ферму им заказать. Причем курьер ее нам сейчас заставит. Да? На, держи, я кассетку. Вот эта накладная. Ага. Давай, открывай. От муравьишки тут нам пришли. Там муравьи. Муравьиная ферма, да? Как избавиться. Бабушка не знает, как избавиться, а мы купили. Что там внутри? А вот что тут внутри. Будем все читать, изучать, да? А это что? А это что? Вот это, по-моему, корм такой. А что, еще и кормите? Они же... Тут всякие перегородочки. Будем разбираться дома, да? Ты к нам потом приедешь. Вот сама карабузка, где они будут жить. А это что? Это что такое? Термометр? А, нет, это пинцет. Я хочу, чтобы вы меня забрали. Забрали? Ага. Вот. А здесь? Где сами муравьишки? Вот тут сами муравьишки? Наверное, да. Давай посмотрим. Нет, мы это дома будем читать. Надо все прочитать, да? Ну, Гриша уже все знает. Дома нам все расскажет. Хорошо? Все, наши муравьишки дома. Вечером приедем. Гриша, он тут все про них знает. Поэтому будет рассказывать. С Деком доставили, курьером. Вот Степа все забрал и мне передал. То есть, хотела сказать, хоть посмотрю, как надо упаковывать вообще. Потому что тут хочу узнать на нашей почте по поводу пересылки пряников. И тут же все пластиковое. То есть, как бы хрупкое, да? Вот как они тут все упаковали. Все тут реально круто упаковано. Прям очень круто. Все вот в этой поролончике. В общем, упаковка вообще на высшем уровне. Мне кажется, все есть. Даже ничего не нужно. Все, видите, все пластиковые штуки. Все так круто упаковано. Уже хочу посмотреть, как они там будут бегать. Вот тут вот, по-моему, они. Я прям даже сейчас вытащу эту пробирку. Вот они. Они тут живые. Все ползают. Все отлично. Все хорошо. Доехали. Наша муравьиная семья. Гляньте, вон она матка. Какая огромная. Класс. А я тут, знаете, что делаю? Расфасовываю сушку. Хотела вам показать, что сушка, которую мы сушили в сушилке летом. То есть, это яблоки. Сейчас-то модно говорить. Яблочные чипсы. Прекрасно сохранилось. Без всяких жучков, паучков. Мне ничего нет. В общем, просто она у меня стоит в банках. Вот так. Ну, закрытые, естественно, крышками. И ждет своего часа. Вот по 300 грамм расфасовываю. Ну, вот 312. Прям там не точно. И по пакетикам родители сегодня вяжут. Едут на рынок и заодно захватят сушку. Потому что как раз к Пасхе это очень актуально. У меня тут сейчас будет фотосессия. Опять пряничка. В тех, что осталось. Тут совсем немного. Сейчас их отфоткаю и выставлю в Инстаграм. Сушеные. Девочки, здрасте. А два не надо. Как танцы? У-у-у. Так, как танцы, рассказывайте. Зоя, как танцы? У-у-у. 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 Зоя, тебе понравилось. Моя хорошая. Хорошо была на танцах? Весело? Музыка была какая веселая. Тока переодевается. Мы думали, что опоздаем, да? Потому что я забыла сумку. А потом дочитали, что нам не к 17.00 сегодня, а к 17.30. Так что, все успеваем. Ау-у-у. Я челентана. Всем привет. Наконец-то будем открывать коробочку. Да. Нам прислали муравьину фермер. Так, вот, Афонечка, подожди. Нет, муравьишек не нужно. Так, что там было? Подождите. В общем, смотрим, что было в коробочке. Это документы. Здесь у нас что? Гришенька, не шести ножницы. Сейчас же будем все открывать. Мама, вот это что? Так, здесь у нас что это такое у нас? А мне корм. Сейчас. Вот в этом пакетике что у нас было? Магнитик. Был какой-то. Был магнитик, ручка. И был какой-то антипобег. Не знаем даже, что это. Но, наверное же, чтобы муравьи не сбежали. Так, и это набор семян. Я так понимаю, что это корм. Ну, конечно. Здесь у нас что? Была какая-то пластиковая перегородка. Это крышка для их арены. А, крышка для их арены? Ну да, вроде должно быть. Тоже какие-то перегородочки. Да, Гриша все открывает. Ты их ставишь? Вот. А, тут все. Инструкция есть, да? Можно я скажу? Вот, вот. Вот здесь всякие разные цвета можно выбрать? Ну, есть вот такое, такое и такое. В общем, смотрим инструкцию. Нет, вот инструкция. А, вот еще инструкция. Это цвета. Да, вот можно. Мы выбрали зеленый. Можно всякие разные. Нет, давай, давай. Ну, мы и зеленый выбрали. Самый зеленый. Да. Это мы пока не трогаем. Пока сейчас не соберем, да? А, здесь все увлажнено. Вот вода, да? Вода, видишь, закрыт. Они вот здесь высасывают. Не трогай. Пинцет еще был в комплекте. Мама, там кто-то пиво. Это что такое у нас? Перед использованием снять защитную пленку. Смотри, вот это вот, чтобы набирать воду, а вот это вот, я не знаю. Ну, это будем смотреть по инструкции, да? Знаешь, что? Ладно. Пинцет, чтобы лечить муравей. Нет, чтобы их поднимать, наверное, если сбегают. Так, это все перегородки. Давай дальше. А тут как раз самое главное. Вот их арена, как я и говорил. Крышечка как раз. Смотри. Они на арене будут драться. И всякие вот ходы. Ходы. А мы их увидим, да? Ну, они вот здесь будут бегать себе. Давайте собирать. О, вот тяжелый. Тяжелый? Ну, да, да, да. Маня, конечно, на гнете там нарисован муравей. А как это? Как это там будут муравьи жить у нас? Да. Мама, мама, мама. Я не знаю, не было никакого песочка. А зачем песочек? А тут песочек должен быть. Его на арену высыпаешь, и они по нему бегают. Да? Так, ну, здесь данная инструкция. Будем читать, что тут. Про что тут у нас вообще написано? Ну, тут вроде... А, про само прокормление, да? Там про расумножение. Да. Про увлажнение. Про уход за фермой, да? А? Это не только грешным муравей. Если наносите антипобег, то крышку не закрывайте. Так, дальше. О, это какие-то боли. Уход за маткой. Пока не положи. Оказывается, на самой ферме, да, вот эти вот детальки вынимаются, чтобы нам было видно. А, а это получается закрывать. Я даже не знаю, что это такое. А, да, надо вот так. Сейчас будем читать, давайте смотреть. Мы, в общем-то, прочитали всё в инструкции. Для того, чтобы нам для начала впустить муравьёв, то нам нужно увлажнить ферму, да? Вот две ячейки для увлажнения. А вот это, смотри, ход, чтобы прицепить ещё одну. Да, можно ещё одну ферму. Да, подожди, давай хоть с этим разберёмся. Так, что мы пипеткой? На, Антош, набирай. Сколько? Сначала нажми её. Я знаю. Нажми, а потом отожимай. Ну, понемножечку совсем. Всё. Да? Сюда капай. Нет, подожди, подожди. Чуть-чуть. Да, Гриша. Во. Всё. Угу, давайте и во вторую, да? Нет. А во вторую зачем? В одну. Не надо. Мы сейчас в одну, да, будем? В одну сказали. Угу. Не надо. Уже эта пипелька не очень мне нравится. Пипелька. Дальше что мы будем делать? Всё, впускать муравьёв. Нужно ходы именно затемнить, да? Написано. Вот мы их затемнили. Да, теперь будем открывать. Сейчас так, чтобы вы не пугались. Я знаю. Они открываются, да? Антош, подожди, она стеклянная. Подожди, сейчас будем вместе. Для того, чтобы муравьёв безопаснее всего выселить отсюда, то нужно именно положить сюда. Здесь что-то только будет запускать. Нет, сейчас мы пипеткой должны вытянуть. Вот для чего пипетка, да? Для того, чтобы нам... Это не пипетка. Ой, пинцет, да? Тихо. И клади, там же муравьи. Да, и всё. Теперь клади, закрывай. Всё. И теперь нужно их оставить в покое, и они сами будут потихонечку путешествовать. Потому что если мы сейчас их просто вытрясим, то у них будет стресс. И это повлияет на развитие. А деда. Да. Вот смотри, вылез страж. Солдат, да? Да. А вон мелкие это работники. А там матку видно? А дед. Там у них... Подожди, а зерно когда? Зерно. Ну давай они сейчас вылезут. У них же есть зерно вот здесь? Не, оно-то тут есть. Они его перенесут куда-то. Ну да, а завтра мы добавим, да? Он солдат какой. Не, это всё надо высыпать. Он на разведку, да? Нет, ну мы сейчас не можем трясти. Мы же сейчас... Не, ну мы потом завтра вот это всё надо будет высыпать. Вот это прям всё? Ну всё, они выберут здесь какую-нибудь комнату, и всё будут складывать. Например, вот это. И всё зерно, которое будет, они будут... Вон ещё один солдат вылез. А где матка? Там была матка, я её сегодня не видела. Она очень большая, прям заметно. Голокляй, личинки. Ага, у них уже там личинки, да? Даже... Ну, говорят, что матка только делает личинки. Ну да. О, ма! Мы же, они такие... А с червучкой. Я ей хочу писать. Всё, теперь я... Мама, почему вы голубой, Юня, выбрали? Какой зелёненький. Мама, потом ещё раз лист тоже выбрать. Вот сюда. Угу. А чтобы сюда? Мама... Ну да, вот сюда открыть им проходить. Мама, а зачем вот это? Это не попкорн. Как за ними интересно. Это не попкорн, сынуль, положи там и... Отдай, отдай. Мы завтра с тобой не насыпем. Боже, мам, я чувствую себя фермером. Вам надо всё насыпать, а они выберут комнату. Там внутри, вон... Солдат? Вон её, глянь, личинки тускают. Угу. Это рабочие, да? Это рабочие. У нас два солдата. Вон раз, вон два внизу. Угу. И вон три даже. Сейчас, ну, матку мы пока не видим. Матка где-то там спряталась. Ещё увлажним, потому что она впиталась. Там гипс. Там снизу всё... Сейчас, Афон, в следующий раз ты, хорошо? Ой, большая. Это солдат у нас? Это не матка? Это солдат. Матка, а ну... Или матка. Ты что, видишь? Не знаю. О, три личинки я вижу. Ну, чтобы они пили, они отсюда будут пить. Да, пипичка. Дай, дай пипетку. Стой. Ты тоже дадай, я положу. Да, стой. Ты нашёл матку, да? Да, вон она. Мне пока отсвечивает. Сейчас она... Вон, вон матка огромная. Боже мой. Я никогда таких муравьёв не видел. Она размером в бабочку. Дай. Вот эта матка вылазит. Подожди, глянь, какая. Да. Вылазит. Это ж солдатчики всё и рабочие разведали, что всё нормально, можно вылазить. Опасности нет. И матка сейчас... Глянь, личинки. Вон эти рабочие. Вот сюда. Сейчас, подожди, они же должны разведать. Они должны разведать территорию. А где подъедет, мам? Какую щепочку. Поднял её и потащил. Но матка ещё не вылазит. Не, матка всё ещё боится, походу. Она сейчас опасная. Маленький какой-то муравейный. Это ж большой-большой муравей, называется матка, сынок. Короче, мама всех муравьёв. Угу. Так, а тут у меня свадебные пряники. Вдруг на Пасху. Пятёрочка уже золотая. Ещё второй раз нужно покрыть, чтобы не было никаких разводов.